добрый день сегодня я бы хотел бы вам рассказать про какие вещи я но очень много покупая товаров на алиэкспресс мне очень много поступает вопросов по нему и буквально недавно я задачу с таким вопросом подумал подумал пришел трем выводом и хотел бы вам с вами поделиться и рассказать сегодня пойдет разговор о счетчиках и о диспутах я очень много товара заказывал заказываю из китая с алиэкспресс и очень много товаров приходит то есть сталкиваюсь такой проблемы основном основная проблема да это даже не проблема как бы но это нужно знать это как гарантия состоит в том что когда у каждого есть свои обязанности у каждого есть свои права кто-то будет конечно сейчас на меня ругаться говорить там вот русские придумают всякие лазейки чтобы не платить за товары и за все тому подобное но я бы хотел бы сказать такую вещь китайский продавец когда отправляет вам товар он гарантирует что вы его получите так как вы оплачиваете этот товар заранее то вы повлиять на что-то вообще не можете конечно там может быть появится какие-то схемы обмана но тем не менее это очень достаточно трудность реализовать но я бы хотел бы вот рассказать о такой вещи каждый продавец китайский продавец он гарантирует вам получение вашего товара эту гарантию можно посмотреть допустим вот здесь давайте-ка посмотрим откроем мы алиэкспресс откроем какую-нибудь электроника ноутбук давайте это можно посмотреть у любого продавца у любого товара вот продавец вот видите ноутбук 300 со общая стоимость в россии там 419 долларов достаточно дорогой товар позитивные фидбэки все продавца и он вам рекомендует что вы получите свою посылку в течение 35 дней то есть вы оплачиваете он вам дает трек продавец якобы что все время пошло и пошел счетчик течение которого там вам приходит посыл ситуации на почте бывает совершенно разные да где-то посылки задерживаться где-то там опаздывают но тем не менее продавец вам гарантирует полный возврат денег если ваша посылка не пришла в течение 35 дней то есть на 36 день видите он даже ему столько отправляет за это вот как раз вот вот delivery 10 20 дней типа и отправляется в течение четырех дней то есть типа якобы у него еще в запасе 10 дней то есть получается если пришел тридцать шестой день посылки нет ну тридцать стоящую навряд ли 36 там 37 40 день грубо говоря посылки нет вы пишете продавцу извините вы гарантировали что посылка придет в течение там 35 дней прошу вернуть деньги пишите это и открываете диспут диспута не получение товара где также описываете что продавец гарантировал доставку в течение 35 дней и как говорится доставки не произошло вам возвращают деньги неважно где сейчас данный момент посылка буквально ли ну конечно если она в вашем городе вашем почтовом отделении это вот основная фича вот как бы кто разводил это мы ждут посылку идут не получает ее а потом открывает вот этот диспут но я вам скажу так что китайцы начали к этому очень серьезно относиться и если ваш ваша посылка в вашем отделении даже в вашем городе вы открываете диспута это у вас не проканает вам откажут а вот если ваша посылка еще даже не в россии то это вообще без проблем вы выиграете диспут получите в назад деньги возможно даже посылка дойдет до вас но если это заведомо не кидал у продавец то эта посылка даже до до вас дойдет то есть вы получите посылку и вернуть еще на замене вот это вот такая вещь конечно я вам рассказываем очень много будет претензий по этому вопросу потому что я иногда рассказываю некоторые вещи как можно наказать китайцев а мне потом пишется письма от всяких личностей которые считают себя выше всех говорят что вот мы русские русофобы и ищем возможности где-нибудь кого-нибудь обмануть типа раз такая россия но каждый относится по-своему вот вторая вещь о которой бы я бы хотел бы сегодня рассказать это такая это неправильные или заведомо ложные трек номера то есть продавец вы покупаете какую-то вещь вот буквально сейчас открою я буквально недавно открыл диспут по вот такой вот да вот по вот такой вот диспут прогресс по такой вот посылки этот чехол для для iphone на 4 с вот продавец продает вам товар высылает его якобы дает вам трек номер и пишется что в течение трех десяти дней этому может каждый прочитать в течение трех десяти дней вы но эта посылка начнет трекаться и вы получите свой товар он тут гарантия 90 дней что получим вот проходит у меня уже прошел месяц трек номер недействительный вот и вы начинаете писать продавцу пишите через google translate пишите прошу там подсказать трек номер невалидный типа где в данный момент посылка пишите вот это продавцу и ждете результата самое главное в этом деле это всегда смотреть на счетчики чтобы не не прошло то время гарантированно не гарантированно а то время отчета который идет о доставке вот очень много продавцов которые заведомо знают что отправили ложный товар и начинает вас уговаривать типа да обязательно все придет все вы получите только ждите нам успокойтесь ждите мы вам все гарантируем проходит срок получения то есть счетчик доходит до нуля хобана посылка подтверждается получение и китаец получает свои деньги и вам весело улыбаясь машет ручкой своей китайской вот вы остаетесь не с товаром не с деньгами и все конечно можно написать в поддержку что-то могут могут вам и помочь но но это уже сложнее вот вот здесь вот на этом принципе я открыл диспут буквально 15 минут назад когда записывал первый дубль этого видео посылка не пришла в тить ну не трекалась течение месяца я просто нажал что открыл диспут они получением написал там есть графа что нет давайте вот сейчас вам покажу вот эта посылочка скоро ко мне придет но тем не менее я покажу здесь нажимаем открыть диспут и и смотрим вы получили свой товар нет выберите опцию это все можно кстати смотреть через google chrome он все автоматически переводит по-русски все понятно и вот здесь выбираем нет информации но tracking information не tracking information и выбираем полный возврат денег и здесь мы пишем что вы оплатили такого-то числа сейчас такое-то число информация трек номера нету трек номер не действительный или невалидный не отправляете отправить этот диспут падает продавцу 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 и он уже с вами начинает работу то есть он или вам обещает что посылки скоро придут или же тупо молчит вот у меня два диспута уже имеется вот по двум товарам вот давайте-ка откроем детали и посмотрим а вот я написал что что прошел месяц извините но посылки так не я ждать уже больше не могу здесь вот есть счетчик 4 календарных дня 23 часа в течение которых продавец должен ответить и что-то вам сказать или он подтверждает диспут то есть вы получаете свои деньги или он начинает увиливать типа подождите еще подождите еще вот тут самое важное тоже нужно смотреть вот на этот срок просто если например продавец пишет что посылка вот-вот придет отправляет диспут в вашу сторону то есть вот сейчас я отправил в его сторону он еще пока не ничего не делал и срок тут новый появляется где-то тоже 5-7 дней и начинает тикать если вы за эти 5-7 дней не придете не посмотрите на этот срок то он может подтвердиться и диспут отменится в там в какую-то пользу скорее всего в пользу продавца потому что он вам отправил вот если же такие терки идут с продавцом он вам выслал ну пульнул диспут с каким-то изменением тут появляется кнопочка эскалейт диспут то есть эскалация наверх вы на нее нажимаете отмечайте там некоторые пункты и этот уже диспут рассматривается техподдержкой алиэкспресс не как правило техподдержка уже смотрит на все это дело смотрит на переписку полностью который сохраняется и принимает решение как правило уже в вашу пользу вот это вот второй такой треках вот еще хотел бы показать вам одну вещь это третья вещь которую я бы хотел бы рассказать вот у меня есть я заказывал я заказывал 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 батарейку для камеры на которую снимал раньше обзоры вот у нее такая штука произошла продавец мне отправил посылку дал трек номер но трек номер оказался невалидный я вот не помню если честно до сих пор то ли он может быть по китае где-то и трекался ну и может быть не трекал совершенно написал китайцы он не извинился типа извините все типа будет нормально у них как раз была ситуация когда начинопост обрезали посылки все с батарейками ну я думал наверное так оно и есть прошло какое-то время я опять пишу продавцу увеличите срок времени доставки и напишите пожалуйста что же все-таки с посылки на тот момент я по-хорошему мог бы уже бы открыть диспут не получение товара не гарантийным то есть гарантийным и в деньги мог вернуть но мне деньги принципе были неважны мне важно было вот эта батарейка проходит какое-то время продается мне пишет что мы посылку вам переслали дал трек номер трек номер валидный оказался он опять же по китаю трекнулся и все и тишина проходит какое-то время я совершенно забыл потерял счет времени и ну просмотрел счетчик получение товара вот этого лота товаром не подтвердился типа якобы я его получил счетчик дошел до нуля и все я посмотрел на это и оставил фидбэк фидбэк написал я отрицательной полностью написал что продавец не отправил не товар до сих пор я не получил его все тому подобное не покупайте прошло несколько дней продавец мне пишет типа извините вот были такие проблемы очень много посылок возвратилась там троллевали чтобы могли для вас делать чтобы вы изменили свой фидбэк потому что типа вести бизнес становится все труднее по хорошему вы ну как бы вот такие вот уговоры на них лучше вообще не обращать внимание я проигнорировал этот это сообщение один день потом посмотрел мне еще продублирован на следующий день опять проигнорировал и тут в трек чекере я смотрю посылка мне пришла уже в москву то есть буквально дня три я ее уже получу ну грубо говоря так вот и я тогда думаю ну вот он все таки же отправил мне товар а то что я срок доставки про прохлопал это уже моя проблема я измена писал продавцу типа извините посылка уже в москве ну то есть скоро я и получу и изменил фидбэк на нейтральный или не но не негативные или кажется хорошим то есть не не отлично и хороший описал все там и как бы оставил такой фидбэк это вот тоже такая вещь самое главное вот констатируя самое главное это вам нужно смотреть на счетчики счетчики это очень важная вещь потому что очень многие китайцы пользуются вот этим делом как бы говорят и о русском разводил увядает он тоже есть некоторые там всякие способы используют но тем не менее есть и китайские разводилы которые отправляют якобы вам товар и начинает вам давить на жалость точнее они ждут когда вы начинаете беспокоиться начинаете им писать просите увеличить срок доставки и они вам начинают тогда писать о вашей нехоро ну а их нехорошей жизни что они не доели сегодня детей мне чем нечем кормить и все тому подобное на это вообще не поддавайтесь смотрите на гарантийный срок получения товаров если он вышел открывайте диспут ну естественно если он вышел и посылка даже еще не в вашей стране открывайте диспут если она например уже вашем почтовом отделении но вам откажут в этом диспуте и могут еще регион понизить вот если прошел месяц посылка ваша до сих пор не трекается нет никакой вообще совершенно записи в посылке ну в трек номере то тоже можете смело открывать диспут вы победите по нему это либо или продавец лукавил отправив вам товар не по тем трек номером или сэкономил отправив вам не зарегистрирован письмом или вообще совершенно не отправил вам товар ну так вот вот у меня вот есть посылка еще такая вещь такая посылочка я заказывал 3 прав провода заряд зарядных мне продавец написал типа так и так я вам отправил посылка дешевая я вам отправил не зарегистрирован письмом ждите он не расписал там все типа по малейшей проблеме пишите мне мы сразу вам поможем я вот к этому продавцу вошел в расположение хотя тоже мог бы открыть вы а не получение товара по гарантированным временем я вышел вошел в его положением да да раз даже увеличил срок доставки ну получения товара все и я как-то так был спокоен об этом обо всем и про хлопал счетчик счетчик закрылся и мне все мне китаец на мои сообщения не отвечает он меня любит и жалует он всем доволен я не получил мне денег нет ни товара то есть и такая вещь бывает так что констатирую я будьте внимательны следите следите за счетчиками и знайте свои права знайте что есть такой срок гарантированные доставки товара и и знайте что и в случае если трек невалидный недействительный вы вправе потребует свои деньги назад вот алиэкспресс лояльен к таким вещам он то есть на вашей стороне но также хочу еще подсказать что не ругайтесь продавцом не пишите ему грубости потому что как только вы начнете писать грубости алиэкспресс может перейти на сторону продавца потому что он продавец может показать себя с такой стороны что он такой бедный беззащитный а тут русский на него нападает и просит денег назад вот также всем тем кто пишет например что вот мы русские придумываем способы как бы кого-то обмануть и удобно и рашка всех обманывает вам хочу сказать большой привет живите добро и счастливо и как бы тоже знаете свои права вот на этом я думаю все можно закончить вам всем спасибо до свидания если вам было видео полезно подписывайтесь ставьте палец вверх до свидания